Те, кто добиваются выдающихся результатов, обращают внимание даже на самые незначительные детали. Они чаще принимают мелкие, почти незаметные, но верные бытовые решения каждый день. Дело не в таланте, просто однажды они решили поступать именно так – выбирать нужные. Если бы люди поняли, что страхи не имеют никакой связи с реальностью, всем жилось бы куда лучше. Люди переживают много негативных эмоций, оказываясь в тяжелой жизненной ситуации. Но если вы посмотрите на свою жизнь со стороны и поймете, что скоро все закончится, это может дать вам мотивацию и мобилизировать вашу силу воли. Момент принятия решений поистине волшебен. Вы решаетесь что-то сделать, коренным образом изменить свою жизнь, и она предстает перед вами в новом свете. Главное правило стратегического мышления гласит, чтобы тщательно проанализировать объект, нужно от него дистанцироваться. Эмоции не дают нам выйти из зоны комфорта, но если вы хотите стать лучше, придется постоянно переступать через себя и покидать ее. Вы и представить не можете, насколько расширится диапазон ваших позитивных эмоций, если вы только найдете силы шагнуть в неизвестность и взять на себя больше ответственности. Любому человеку очень важно найти что-то, к чему он будет стремиться, и за что будет бороться вне зависимости от обстоятельств. После того, как вы поставите перед собой правильную цель, принимать решение будет легко и весело. То, что раньше казалось мучительной обязанностью превратиться в приятное занятие. Если это получилось у других, получится и у вас. Единственная вещь в этом мире, которую вы действительно можете контролировать, это ваши мысли. Если представить путь к цели как череду маленьких шагов, то обнаружится, что каждый шаг относительно прост. Наше представление о возможностях определяется тем, как мы оцениваем ситуацию. Что мы видим в ней, испытание или угрозу. Сосредотачиваемся на перспективе ее исполнения или на неудаче. Эти возможности, некоторые большие, некоторые совсем крошечные, встречаются каждый день. Одни их замечают, другие нет. Кто-то за них хватается, кто-то отталкивает. А что делаете вы? Совершенно естественно проиграть в том, чего прежде это не делал. Жизнь никогда не течет линейно. Проблема неизбежна. Вопрос в том, как мы их воспринимаем или с ними справляемся. Многие люди терпят неудачу только потому, что сдаются в двух шагах от успеха. Между достижением прогресса и пониманием, что мы его достигли, часто существует задержка, запаздывание по фазе. Иногда стоит просто довериться себе. Если мы продолжим свои усилия, то в конце концов увидим результат. Для многих перемены – это возможность в очередной раз стать новичком. Это то, что нарушает ход жизни, нечто угрожающее. Но ведь переменами можно наслаждаться. Не начав действовать, вы в любом случае потерпите неудачу. Не рискуйте серьезно, не сжигайте мостов, но возьмитесь за что-то, чего вам хочется. И если не преуспеете, что тут страшного. Иногда неудача – лучшее лекарство от стресса. Когда избавитесь от того, что вредит вашей жизни, в ней найдется место для того, что вы любите. Душевная изнуренность хорошо исцеляется творчеством и познанием. Если вы зададите правильный вопрос, то получите верный ответ. «Новая идея может быть непонятной, глупой или одновременно глупой и непонятной. Нельзя судить о ней по описанию. И ее нужно воплотить». «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Томас Адисон сказал. «Во всех двухсот лампочках, которые не работали, было что-то, что я учел в следующей попытке». «Занимайтесь своим делом, и тогда вы скорее создадите нечто вечное». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok